господи как я испугалась а это птицы но они конкретно пугают да особенно когда их много они взлетают это просто жесть надо сейчас аккуратно слишком тепло уже мы приближаемся как ни крути к весне пусть не клин по календарю но по датам но когда знаете да весна не наступает с 1 марта и животные могут сейчас уже пары искать и ниже спускаться никаких спячек не было и нет так что надо аккуратненько вот в таких местах что хотел рассказать странная история из италии ну очень странная и возможно которая может как бы это сказать но какой-то урок человек для себя вынести все мы не идеальны совершаем определенные ошибки в течение жизни а кто не совершает я не знаю это или роботы или у кого все прям по прописям по шпагату натянуто сложено размеренно есть возможность прям жить жить и не тужить как это да вот случилось что в италии у женщины 1 ну как одной не было семья у нее был муж держала с мужем пиццерию и говорят соседи все было ничего ну как бы бизнес шел работа была клиенты были не надо было сильно переживать и напрягаться то ли женщина захотела какой-то славы то ли женщина захотела рекламу то ли она хотела как-то расширить бизнес и привлечь еще больше людей но тут то и заключается огромный такой важный пункт как-то это внимание будешь привлекать а способы есть разные также и каналы также и ютуберы также и инстаграм кто-то снимает сумасшедшие какие-то ролики кто-то откровенно позориться на камеру но тем самым собирая просмотры и лайки и вот эта женщина решила выдумать историю она сказала что к ней приходят она не то что сказала начался началась переписка и делал диалог по комментарии насчет ее пиццерии якобы приходил мужчина и очень ну клиенты очень очень грубо отзывался о людях нетрадиционной ориентации и о люди о людях с инвалидностью то есть он не хотел с ними рядом есть он вел себя неадекватно он там всякое разное там их матюкал и как бы наезжал на пиццерию почему такие люди в общем присутствуют там естественно она как бы в комментариях заступалась за своих клиентов за таких людей и тому человеку всех ненавидящих 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 она сказала чтобы он больше в ее пиццерию не заходил что он не желанный клиент у них и в общем защищала людей на которых он наезжал в итоге конечно же все там аплаузы ей и какая она хорошая какая она толерантная и как она несмотря на что защищает своих значит гостей блин ну нифига здесь или вымыл или животные реально дикие так массово с этих спрыгнух реально тут много проходит вот и даже стали писать репортажи они пиццерии действительно увеличилось количество людей которые стали заходить к ней и тем самым она собирала дополнительные позитивные очки и ее даже по моему приглашали на телевидение и вот в один прекрасный момент стали проверять до детали эту информацию но там знаете как я не уверена что прям вот такие опа давайте проверим там были какие-то звоночки определенные насчет ответов насчет комментариев да и вообще такие ситуации проверяются если такой человек откровенно прям ненавидит если это все расписывает если он типа нападает там где-то в комментариях то в общем то таких людей могут реально могут проверить и вот стали проверять стали узнавать стали проверять саму эту хозяйку пиццерии и поняли и поняли что женщина соврала и это открыли журналисты и это объявили явно и и стали везде таскать на шоу проверять и она призналась в принципе и естественно начался началась уже другая сторона этой истории на нее наезды на нее хайка и она не выдержала приехала к реке и она что-то с собой сделает точно не помню что нашли ее машину и и там и в итоге еще и объединили журналиста типа вот как вы могли выставить так явно вот эту историю он говорит здрасте вообще-то работа журналиста или вам удобно явно обманываться чтоб на вас сделали рекламу чтобы вам давали такую информацию не точную неадекватную если вы так хотите то давайте тогда вообще журналистику отменим и не будем говорить правду про разные такие вот ситуации до истории что-то я не пойму короче иду я такая подождите вот я сейчас видите там идет кто-то такой фильм ужаса это не место где люди люди прям вот массово нашу гуляют но сейчас подождите если я пойму действительно она ли это я я вам тогда расскажу другую историю тоже очень странно да это она быстро убегает засечь да это она в общем эта женщина как осталось ну теперь вот память у людей вот такой вот связано с такой вот неприятной скажем так грязной истории не нужно взбудоражившие общество я тоже знаете это своей жизни разно видела и разные ошибки совершала и вот что уж точно вот для себя человек должен в какой-то определенный момент понять это прежде всего не врать ну если вам во благо мелочь какая-то если это прям что-то незначительное тут же все тоже по ситуации но вот глобально говоря не врать не придумывать каких-то из несуществующих историй не воровать пытаться быть человеком не святым но добрым и все-таки каким-то лояльным без вот этого черного и белого потому что иногда может очень сильно прилететь и морально и по-разному и ответственность а можешь кому-то и хотела по-хорватски плохие вещи короче человеку сделать так что оставаться человеком плохие люди есть всегда но если ты человек если ты людям по-хорошему в большей массе своей это добром возвращается я вот смотрю погода конечно хорошая ветра нет но уж очень сильный дым внизу я надеюсь там все в порядке это у нас вот бывает поджигатели сухой лес сухая трава все это разносит потом начинается проблему